Биткоин против альткоинов. Какой следующий шаг? Давайте узнаем на графике. Будет ли биткоин разгромлен альткоинами, и мы увидим, как альткоины будут взрываться как безумные, в то время как доминирование упадет? Или из биткоина выйдет монстр и сожрет все эти альткоины, и доминирование биткоина поднимется все выше и выше? Мы поговорим об этом и о многом другом сегодняшнем эпизоде, ну и, конечно, о том, как можно торговать. Поэтому, если вы в этом заинтересованы, то вы можете торговать на Binance, просто введите binance.davincij15.com, и вы получите скидку на торговые сборы. И вы также можете торговать биткоином и эфириумом на Bybit, просто введите bybit.davincij15.com. Меня зовут Авинчи Джереми, и сегодня у нас будет эпизод об альткоинах, поэтому пристегните ваши ремни и приготовьтесь, потому что я думаю, что альткоины взорвутся в этом месяце. Поэтому мы обсудим это и еще много чего другого. И я здесь вместе с IntiCampus. Доброе утро, народ, как у вас сегодня дела? Я надеюсь, что ваша стратегия Little Old Lady работает. Да, да, точно. Эта стратегия помогла очень многим людям, и очень рад ей поделиться со всеми. И если вы не знаете, что такое стратегия Little Old Lady, то, по сути, она помогает вам купить альткоины по низкой цене, и затем продать их, как только цена удваивается. Это очень простой процесс. И, возможно, вы думаете, мужик, как это может мне помочь заработать деньги? Я хочу продать по максимуму. Но нет-нет-нет, вы не сможете это сделать, и даже не думайте об этом. И я, кстати, показываю эту стратегию в своих видео, которые доступны на www.davinciforce.net в разделе видео, так что вы можете перейти и научиться, как ей пользоваться. Что ты думаешь об этой стратегии Inti? Она очень полезная, потому что она помогает вам зафиксировать профит, который вы бы упустили, и также помогает с огромным выбором альткоинов, которые вы не можете отслеживать каждый день, потому что этой стратегии все равно, даже используя раз в неделю, вы устанавливаете ваши ордеры и вы получаете двойную прибыль. Определенно, все очень просто. И прежде мы начнем, у Inti есть пару слов. Да, как обычно, дисклеймер. Это видео не является финансовым советом. Пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем инвестировать свои трудом заработанные деньги на рынке. Поэтому, DaVinci, покажи людям хорошие альткоины. Да, конечно. Но прежде я хочу поговорить о другом. Знаете, я слушал Ivan on Deck, и он упомянул Clubhouse, и я вообще не знала, что это такое, пока он мне не объяснил. В общем, это социальная сеть, где мы можем проводить разные встречи, как в Skype, например. Это могут быть бизнес-встречи и тому подобное. Ну, или когда мне кто-то звонит по Zoom, чтобы обсудить свой альткоин. Так вот, представьте, если бы могли сделать то же самое в моем Clubhouse. И люди, которые бы хотели, чтобы я разобрал определенный альткоин, они могли бы присоединиться к такой публичной встрече, и я бы смог его разобрать. И, знаете, я подумал, это же просто невероятно, это просто гениально. И люди смогли бы увидеть, что мы не пытаемся их обмануть. Они бы смогли увидеть весь процесс. Поэтому мне интересно, что вы, ребята, об этом думаете. И если вам нравится эта идея, тогда поставьте лайк, подпишитесь и включите все уведомления. И если мы получим 10% лайков на этом видео, то я обязательно зарегистрируюсь в Clubhouse. Так что, ребята, увидите, что вы поставили лайк на этом видео. И давайте перейдем к графикам. И мы начнем с альткоина номер один, и это, конечно, эфириум. Хотя, на самом деле, я больше не считаю его альткоином, потому что у него очень большой надежный потенциал. Он точно никогда не исчезнет. Ну, я бы сказала, что на 98% точно, что он никогда не исчезнет. И, как вы можете видеть, вот здесь была точка отскока, вот этого большого W, о котором мы уже говорили. И давайте я его нарисую для тех, кто его не видел. Так что, вот, вот здесь W. И вот здесь уровень пробоя на фиолетовой линии. И цена вернулась протестировать этот уровень несколько раз. И давайте проверим, куда она сможет перевести цена. И, кстати, небольшой совет для тех, кто использует TradingView. Если вы не хотите, чтобы магнит влиял на весь график, а только на определенную точку, тогда нажмите на Ctrl и удерживайте его. И тогда вы сможете спокойно передвинуть линию, и магнит не будет воздействовать на другие предметы. Так что, это очень полезный совет, и всегда очень хорошо это знать. И, кстати, если вы хотите купить TradingView, то вы можете воспользоваться моей партнерской ссылкой. Просто введите tradingview.davincij15.com. Ну и сказав все это, вы можете видеть, что цена эфириума стремится прямо к 2020. Примерно, да, к этому уровню. И, знаете, это просто невероятно. И, по сути, это зона получения профита для этого движения. Но мы, конечно, увидим, что может произойти. Потому что цена может также вернуться сюда немножко в сторону, прежде чем подняться прямо вверх. Так что имейте это в виду. И это, кстати, может занять некоторое время. Потому что мы сейчас на 6-часовом графике. И если мы перейдем на 4 часа, то мы можем видеть, что здесь было много попыток ретеста этого уровня. И уровень 61.8 был отклонен как по расписанию. И, блин, чувак, ты все время делаешь деньги. Знаете, есть один парень, который все время делает деньги на уровне 61.8, когда цена достигает этого уровня. И неважно, если это short или long. И да, вы можете видеть, что это пугает, насколько хорошо работает этот уровень. Цена отклонена. И она отскакивает от этого уровня просто невероятно. И также помните, если вы заинтересованы в торговле эфирио, то вы можете перейти на Bybit. Ну и раз мы уже об этом говорим, то у меня здесь есть трейд на биткоине. И я вам покажу, почему я его открыл. Я заметил тут кое-что на 5 минутах сегодня утром, когда проснулся и когда настраивал экран. И я просто должен был открыть этот трейд. Потому что здесь было чистое очевидное W на 5 минутах. Давайте я вам покажу. Так, вы можете видеть, вот здесь было очевидное W. И я просто не мог его упустить. И я видел, что цена пошла вверх. И я решил, что куплю, когда она вернется на уровень примерно 50 150 долларов. И я так и сделал. И давайте я вам покажу, как я открыл этот трейд. Так, точка входа была примерно на 50 150. Да, вот здесь. И мой стоп-лосс. Знаете, обычно я делал один к одному, потому что меня так учили. Но на самом деле я не люблю так делать, потому что один к одному не дает вам профит в долгосрочной перспективе. Поэтому лучшим решением будет установить ваш стоп-лосс на 2 к одному. Вот здесь. И, как вы видите, соотношением риска к прибыли 2 к одному, вы можете получить больше шансов для получения большей прибыли через 20 трейдов. То есть, если вы будете торговать 20 раз на W и M, и ваши выигрыши составят больше 50%, то вы увидите, что вы получите больше прибыли со временем. Но вы должны торговать все время, потому что не все W и M работают. Поэтому каждый раз, когда вы видите возможность, открываете трейд. Вот и все. И прежде чем мы перейдем к альткоинам, помните, что у меня есть кошелек Pandora. И он позволит вам торговать альткоинами, криптовалютой, но при этом они будут в вашем хранении, а не на бирже. Вы, конечно, можете торговать на бирже, но кошелек Pandora позволит вам хранить ваши монеты, и только когда появляется движение цены, они посылаются на биржу, и трейд делается за вас. И вы также можете использовать стратегию Little Old Lady с кошельком Pandora, так что вы можете подписаться на него уже сегодня. И, кстати, если вы все еще не уверены, что эта стратегия работает и может вам принести деньги, то я должен вам показать один отзыв, который мне прислал мой подписчик. Давайте я вам покажу. Так, вот здесь Инти переслал мне это сообщение. Привет, Инти! Мог бы ты переслать это сообщение до Винчи и поблагодарить его за меня, пожалуйста? Я хотел поблагодарить его лично на Инстаграм, но мне уже 55 лет, и я не знаю, как им пользоваться. Я начал использовать стратегию Little Old Lady в марте 2020 года, то есть, по сути, год назад, и с такой же суммой, как у Да Винчи, 20 тысяч долларов. И у меня настроена хорошая система оповещения, но немножко по-другому, чем у Да Винчи. И это просто невероятно, сколько я смог заработать. У меня 10 биткоинов и 500 тысяч. И понятно, по сути, к чему это идет. Это просто меняет жизнь. И я также показал эту стратегию пяти своим друзьям. Я учил их через WhatsApp, и они тоже не могут поверить тому, сколько дохода это приносит. Поэтому я пытаюсь поделиться этой стратегией. И, кстати, у меня есть бизнес, и я раздам своим работникам долю одного биткоина в конце этого цикла. Да Винчи – это открытие всей жизни, и то, что он делает, это просто невероятно. И я хочу помочь распространить его философию и сделать этот мир лучше. Поэтому поблагодари Да Винчи от всего сердца, и, возможно, когда-нибудь я смогу приехать в Чили и сделать это лично. Peace. Это сообщение от Сэнди Шорс. Спасибо тебе большое. Это очень мило с твоей стороны. И многие из вас мне посылают хорошие сообщения, я все их вижу. Я не всегда могу их прочитать, потому что у меня нет времени проверять все свои социальные сети. Но за меня это делают, и мне посылают все ваши добрые пожелания. Поэтому спасибо вам большое. Мне очень приятно. И продолжайте это делать, продолжайте их посылать. Я все их читаю. И, знаете, это заставляет меня просыпаться каждый день и наслаждаться тем, что я делаю. И давайте перейдем к нашему первому альткоину на сегодня и попытаемся начать как много быстрее, потому что мы точно не будем болтать весь день. И это Binance, Binance Coin. И он стоит 233 доллара. Помните, когда цена застряла на 30, 33, 34 долларах? И сейчас она просто нереально выросла. И она отказалась вернуться на уровень 61,8. Но похоже, что она может еще это сделать. Поэтому я бы установил ордер на уровень 61,8 в надежде, что цена вернется туда. Но, честно говоря, на опыте того, что было в прошлом, и что я заметил, как только цена взлетает на Binance, цена не хочет возвращаться на уровень 61,8. И да, это так печально. И она продолжала расти и расти, и не падала назад на 61,8. Поэтому, честно говоря, я не знаю, стоит ли покупать вот здесь, вот на этом уровне. Мне тяжело сказать, стоит ли покупать на этом уровне. Вот на этом уровне здесь вы должны покупать. Но выше мне тяжело сказать. Поэтому вы решите для себя, исходя из той информации, которую я вам даю, стоит или нет. Так, следующий альткоин. И, честно говоря, я вообще о нем понятия не имею, но мне про него кто-то написал. Но что я знаю, это то, что он хорошо себя показал на графике, отлично работает каждый раз, когда я использую стратегию Little Old Lady. И это все, что я о нем знаю. И если мы уменьшим масштаб, чтобы посмотреть, сколько у нас данных об этом альткоине. И, кстати, я помню, когда цена взлетела некоторое время назад, и я получил двойную прибыль. И, кстати, стоило купить еще здесь внизу, потому что эти альткоины обычно возвращаются на уровень 88,6. И это не было исключением. Он вернулся прямо на 88,6. И вы могли получить еще одну двойную прибыль. Так что, стоит ли покупать вот на этом уровне? Нет. Но если мы все-таки это сделали, это, конечно, не конец света, потому что здесь есть W. Не самое лучшее, конечно, но достаточно, чтобы купить. Если мы посмотрим на еженедельный график. Да, оно не очень красивое. Но вы всегда можете сказать, что тут есть еще большое W. И вот здесь был пробой. Так что, возможно, вы можете купить вот на этом уровне и выйти из трейда, если цена упадет на 50% от уровня пробоя. Давайте нарисуем Fibonacci. Вот отсюда от уровня пробоя. Итак, где здесь 50%? У меня они не отмечены в настройках. Так что, да, возможно, в этом случае вы можете выйти. Так бы поступил трейдер. Но если вы используете стратегию Little Old Lady и вы покупаете на этом уровне, то ничего страшного. Вы просто держите его до нуля, если цена упадет. И затем вы продаете на удвоение цены. И дело в том, что удвоение цены отсюда будет довольно далеко. Но это может случиться, это возможность. Потому что так обычно делает уровень пробоя. Поэтому давайте посмотрим, где будет удвоение от этого W. Да, это будет что-то совершенно безумное. Просто невероятно. Так что, да, время покажет. Но, знаете, я все-таки немного обеспокоен, если вы купите на этом уровне. Потому что лучше покупать на уровне 61.8, но цена вряд ли туда вернется, потому что она уже готова к росту. Так что вам решать. Так, и давайте продолжим. И наша следующая история – это приватные альткоины. И у них были некоторые трудности в последнее время, потому что многие из них были исключены из разных бирж. Потому что многие биржи пытаются быть частью, регулируемой государством бессмыслицы. И им в целом плевать на вас. Они хотят, чтобы правительство было довольно. И, соответственно, правительство не собирается вас осчастливить. Поэтому, когда какая-то компания так поступает, мне очень это нравится, потому что она утрачивает свою первоначальную цель и идею вообще того, почему эта компания была создана. Поэтому на XMR здесь дамп, и ему это не нравится. Это не самое хорошее время. Цена упала к новому минимуму. И мы видим, что вот этот лыжный спуск был сломан, и нам остается подождать W, чтобы убедиться, если цена пойдет вверх. Поэтому, да, хорошее W даст нам знак того, если цена продолжит рост или упадет вниз. Но, по крайней мере, тут оверсолд. И, смотрите, люди не уходят, и люди, которые купили здесь, как и я, они все еще здесь и не продают. Так что нам остается подождать и посмотреть, что случится. Но все-таки не удивляйтесь, если вдруг здесь будет массовая продажа. Так что, возможно, вы можете установить ордер ниже актуальной цены и посмотреть, если вы сможете купить немного этого альткоина по низкой цене. И давайте перейдем к следующему альткоину. Это Synthetix. Так, я забыл его тикер. SNX. И этот альткоин должен быть у каждого в портфолио, даже в маленьком количестве. Даже 1% достаточно. А Synthetix – это альткоин с высокой рыночной капитализацией. Я думаю, что да. Вау. Да, 4 миллиарда. Вау. Так что да, вам действительно нужно его иметь в вашем портфолио. И мне интересно, если тут есть какая-либо длительная информация. Ну ладно, давайте перейдем на ежедневный график. И похоже, что цена немного возвращается. Поэтому не удивляйтесь, если цена спустится на уровень 88.6. И похоже, я установил ордер на уровень 78.6, чтобы купить парочку этого альткоина. И я думаю, что цена, возможно, создаст W, прежде чем пойдет вверх. И затем я думаю, что мы увидим, как цена нереально взлетит в нереальный максимум в следующие 8-9 месяцев. Так, следующий альткоин. И этот альткоин, который подходит под наш лозунг «Не ненавидьте его!» Не встречайте с ним, просто торгуйте им. H-Bar – это альткоин, который регулируется согласованно денежной политике. Как ты относишься к альткоину, который контролируется согласно денежной политике шести человек? Уместно ли это Инти? О, я чувствую неприятности. Я не знаю, как это работает. Я не знаю, но у них же есть кто-то, у них же есть кто-то, кто может сказать, заблокируйте аккаунт этого человека. Да, да, точно. Да, это тоже возможно на H-Bar. Но это не значит, что он не взлетит. Так что еще раз повторюсь, мы его не ненавидим. Мы с ним не встречаемся, мы просто им торгуем. И похоже, что цена уже пошла вверх. И я покупал вот на этом уровне, когда цена падала. И я хотел купить на самом деле немного больше, но упустил эту возможность. И цена создала PAM. Поэтому давайте проверим, если цена вернулась на уровень 61.8. Я так не думаю. Хотя почти, да, почти. Поэтому не удивляйтесь, если цена туда вернется. Хотя она может немного подняться выше, прежде чем упуститься, но это нормально. Я думаю, что вам стоит подождать уровень 61.8. И я не думаю, что в этом альткоине есть фундаментальные основы на длительный период, а лишь на короткий. В том смысле, что я не думаю, что он просуществует больше 10 лет. Я думаю, что он будет здесь некоторое время, но со временем он просто исчезнет, люди вообще о нем забудут. Поэтому я не думаю, что этот альткоин на долгосрочную перспективу. Но на время сезона пампа, да, определенно. Но сейчас, ребята, я хочу, чтобы вы были очень осторожны, потому что сейчас я буду говорить об альткоинах, потому что эти альткоины, которые мы обсудили только что, это были альткоины с высокой рыночной капитализацией. Посмотрите, 9 миллиардов, о мой бог. Я знаю, что для большинства из нас это огромные деньги, но если вы сравните это с бюджетом США, они скажут, что это погрешность округления. И что, о, мы совершили ошибку и дали кому-то 9 миллиардов. И сейчас мы их потеряли, упс. И знаете, правительство это делает все время. Поэтому для них это вообще ничего. Но следующие альткоины, которые мы будем обсуждать, это альткоины с низкой капитализацией, с очень низкой капитализацией. И никто, никто, и еще раз повторюсь, никто не должен ставить больше 1 или 2% на любой из этих альткоинов, которые я сейчас покажу, потому что вы можете потерять огромные деньги. Это просто рандомные альткоины, которые я выбрал, и мы не можем знать, что на них произойдет, вот поэтому не ставьте на них все, пожалуйста. И давайте посмотрим на график нашего следующего альткоина. Кит. И вообще узнаем, стоит ли он того. Так, его здесь нет на этой бирже. Давайте проверим на Uniswap. И также помните, что если вы покупаете в эфириуме, то и профит вы должны получать в эфириуме. Итак, здесь небольшой памп, и сейчас цена возвращается. И здесь много W, так что, похоже, цена должна пробить, взлететь. И здесь уже похожий рост, поэтому нам нужно рисовать Fibonacci, потому что они просто упрощают нам жизнь. И вы должны покупать на уровне 61.8, так что подождите, пока цена упадет на этот уровень, который, кстати, совпадает с уровнем пробоя. Просто невероятно. Посмотрите, как работает уровень 61.8. Так что вот как вы можете купить этот альткоин, если он вам интересен, но помните, не больше 1 или 2 процентов. Не ставьте на него все, потому что вы не знаете, что может случиться. Но в целом график выглядит хорошо, он готов к пампу, и вы хотите его купить раньше, чем это случится. Итак, наш следующий альткоин, это DOS Network. Он не с очень низкой капитализацией, но она все-таки небольшая, всего 88 миллионов. И я уже слышал о нем раньше, и хочу его в свое портфолио. Кстати, возможно, он у меня уже есть. Надеюсь, что он у меня уже есть. Хотя я не уверен. И давайте проверим, если он есть на одной из этих бирж. Нет? Нет. Нет. Так что да, мне определенно нужно его купить, и я вообще буду в шоке, если у меня его еще нет. Давайте посмотрим на график. Да, да, мне очень нравится. Это определенно мне нравится. Да, и моей стратегии это тоже очень понравится. Итак, здесь был памп летом, и затем дамп, и затем цена ничего не делала в последнее время. И мне интересно посмотреть на объем, но, наверное, я сделаю это в другой раз. И вау, посмотрите. Цена внизу, она там держится. Мне очень это нравится. Так что да, я собираюсь купить много этого альткоина. Ну, много, конечно, не больше одного или двух процентов. Но я все же его куплю, потому что совершенно не важно, когда здесь будет памп, он определенно будет. Потому что все эти альткоины взорвутся, тем более, что сейчас много богатых людей приходит в крипто. И дети присоединяются к крипто, так что они запампят эти альткоины на Луну. И давайте посмотрим на следующий альткоин. Это NFT. Возможно, это скам, потому что у него такое название, не знаю, но имейте это в виду, потому что... Да, это название дает намек на то, что вы покупаете NFT, потому что, да, есть много тупых людей, и они смогут его купить. Так, вот этот альткоин. И здесь уже было много пампа. Мне нравится, что здесь был памп летом, и что цена упала, и затем развернулась. И мне нравится вот этот U-паттерн, который говорит о том, что альткоин, что этот альткоин может взлететь к невероятным максимумам. Но мы не хотим покупать на этом уровне. Давайте немного пожадничаем и купим на уровне 61.8. Хотя цена уже немного вернулась на этот уровень, да, почти на этот уровень. Хотя, возможно, даже лучше купить на уровне 78.6, потому что цена на этих альткоинах любит возвращаться, и даже на уровень 88.6. Так что вы можете начать покупать на уровне 61.8, и затем добавить больше на уровне 78.6, и еще на 88.6. Но не покупайте все на уровне 61.8. И, знаете, я не буду говорить цифры, потому что здесь слишком много нулей. Ну и в целом, на эфириуме сколько знаков после запятой? 28. И, значит, это один эфириум, это сколько? Квадриллион? Нет, забудьте, вообще это ни к чему. Да, просто забудьте. Так что вот, что я думаю об этом альткоине. И, знаете, я буду его покупать, поэтому я поставлю себе напоминание, чтобы не забыть. И я думаю, что это все на сегодня. Спасибо всем за просмотр. Этот эпизод длился довольно долго. Да, почти 35 минут. В любом случае, спасибо за просмотр, спасибо за участие. Я очень это ценю. И, знаете, мы будем искать еще больше альткоинов совсем скоро, потому что мы делаем это шоу в стриме, и Инти всегда проверяет ваши вопросы. Инти, ты проверял сегодня вопросы? У тебя отключен микрофон. Извините, извините. Да, мы ответим на них в рубрике «Ответ вопрос». Да, поэтому если вы не хотите это пропустить, то подпишитесь на кошелек Пандоры, ну или перейдите на www.davincij15.com. И вы также можете купить 0.05 токена DJ15, и тогда у вас тоже будет доступ к стримам. Но если у вас совсем нет денег, и вы в сложной ситуации, тогда вы можете смотреть этот стрим бесплатно на Twitch в 8 утра по времени Сантьяго, Чили, с понедельника по пятницу, или в 11 утра по выходным. Так что да, вы можете смотреть на Twitch абсолютно бесплатно. И еще раз спасибо большое за просмотр, я очень это ценю. Ну и помните, что биткоин реальный, а биткоин здесь, чтобы остаться, и вы должны быть частью этого. Всего хорошего, пока, народ!